Всем привет! Меня давно просили апнуть мой уже старенький стартовый домик. Многие, кто следят за моим ютуб каналом, знают, что у меня было недельное выживание на классике, где я выживал в своем доме, который всем вам очень понравился. Прикол этого дома в том, что с виду он выглядит как обычная кибитка. Но вот если бы проходящие мимо игроки знали, сколько там помещается ресурсов, всего в дом помещается больше 320 места под лут. И, накопив достаточно ресурсов в таком доме, я сразу смог отстроить свой мейн. Ну а перед началом ролика, давайте попробуем собрать 400 лайков под этим роликом. Для меня это будет дикой мотивацией дальше делать интересные и необычные дома. Ну а теперь к просмотру. Давайте устроим небольшой обзор дома глазами игрока. На входе у нас есть две двери, чтобы нас не дипали. Даже если вас убили в открытых дверях, то тут есть такой вот гантрап. Под гантрапом есть 4 печки, сундук и спальник. Потом мы подходим к нашему нелутаемому шкафчику. Вот стоимость обслуживания. А также здесь открывается доступ к нашей большой лутовой. Где все в принципе удобно и без приколов лутается. Зато с приколом лутаются наши сундучки под лестницей. Подробнее про эту лутовую я расскажу уже в самом видео. Также хотел вам еще рассказать про гантрап, установленный в доме. Кстати, он не байтится и сломать его можно только гранатами. Первый и самый большой плюс этого гантрапа, что снаружи его вообще никак не видно. Единственный момент, когда гантрап можно увидеть, то это только через открытую дверь. И то, если дверь будет с просветом. Ну а второй плюс заключается в том, что даже если абориген будет знать, что там есть гантрап, сломать он его не сможет. Только если гранатами. Увидеть, то он его увидит. А вот сломать луком или огнестрелом его не получится, потому что будет мешать текстура двери. Как-то так. В общем получается так. Если вы можете стрелять по гантрапу, то и гантрап будет стрелять по вам. И наоборот. Если не проходит дамаг по гантрапу, он и в вас стрелять не будет. В принципе, про домик я вам все рассказал-показал, но есть еще одна вещь, о которой я вам хотел бы рассказать. Мои друзья открывают новый сервер в нашей любимой игре. И имя ему? Поркераст. Это новый полуклассический сервер, который, к слову, стоит на топовом железе, где рейты на добычу ресурсов Х2. Ну а что касается стаков на них, то тут все как на классике. Что касается развития и изучения, то тут все более чем приятно. Все основные рецепты будут изначально доступны. Тратиться на изучение нужно лично топовые пушки, такие как калаш и ряд других, а также топовую броню и патроны. Крафт, кстати, уменьшен в два раза. И, к примеру, та же экспа будет крафтиться всего 2 секунды вместо 4. Еще один немаловажный факт. Улучшен лут во всех ящиках. И вы можете в обычном зеленом ящике найти даже калаш. Размер карты будет 3500, но передвижение по ней не составит труда, так как все машины, которые спавнятся вдоль дороги, уже напичканы комплектующими для поездки. Вам лишь остается закинуть топливо и поехать. На сервере полностью нет доната на ресурсы. В донат-магазине можно приобрести лишь вход без очереди и всякие косметические штучки по типу скинбокса, к примеру. Администрация на сервере есть и очень даже активная, но, к сожалению, поиграть с ними не получится, так как все силы они тратят на улучшение проекта. Они даже сделали встроенную систему репортов на свой сервер, так что читакам явно не место на этом проекте. Что касается плагинов, то здесь нет ни телепортов, ни сетхомов и прочей лабуды по типу бешеных стаков, лишь самый дефолт, например, как автосортировка в печах. Также у них есть группа ВКонтакте, где постоянно проводятся розыгрыши, есть вся информация по вайпам и серверу в целом. К слову, в честь открытия сервера они уже разыгрывают в своей группе 10 крутых скинов, так что скорее залетай и попытай свою удачу. Запуск будет сегодня в 15.00 и я подготовил для вас небольшой сюрприз. На этом сервере возле бандитского лагеря будет стоять этот домик с этого видео. Пароль от него будет 4 4 9 9. Посмотрим, кто будет первый. Все ссылки и коннекты на сервер в описании. Стартовать строительство, как и в целом выживание, я всегда советую около бандитского лагеря. Нам нужно поставить треугольник, добавить с любой стороны 2 квадрата и поставить снова треугольник. Один треугольник улучшаем в камень, добавляем 2 стенки и устанавливаем шкаф. Шкаф сразу улучшим, можно закинуть туда ресурсы все и пойти в бандитку надолбить еще дерево. Как надолбили дерево, добавляем 2 полустенки над шкафом, ставим треугольник и можно сразу улучшить их в дерево. Потом от шкафа на первом квадратном фундаменте добавляем 2 полустенки, 2 обычные стенки и улучшаем тоже так же все в дерево. К слову, наверное все что мы поставили можно улучшить в дерево. Потом нам нужно сделать наш вход, ставим 2 дверных проема, стенку, потолок, потом ставим просто недостающие стенки, полустенки и закрываем все потолками. Ну и как все поставили, можно сразу улучшать все в дерево. То я как улучшаю, это кстати без модов, так можно делать и на классике, потом я выпущу шортс, как это сделать. Ну и как все улучшили, можно поставить двери, двери должны открываться друг на друга, чтобы был аирлок и нас не дипали. Вроде как первый этап закончен, мы все улучшили в дерево, постройка выглядит как-то так. На первое время можете располагать там все так, как вам удобно. Но я имею ввиду там печки, спальники и так далее. А сверху постройка выглядит как-то так. В принципе ничего необычного, просто обычная стартовая кибитка, только чуть-чуть видоизмененная. На этом этапе, как мы получается уже подкопили немножко ресурсов, можно потихонечку улучшать наш дом в камень. Начать я предлагаю вот с этого вот фундамента, а также с двух полустенок, которые располагаются возле него. Потом мы добавляем еще одну полустенку, улучшаем ее в камень и разворачиваем мягкой стороной к шкафу. Потом добавляем сверху треугольник таким способом. Далее нам нужно поставить правильно винтовую лестницу. И можно устанавливать сундуки на замках. Эта лутовая в целом для старта очень прикольная, но будьте бдительны. Сундук, который я устанавливаю вторым, при ломании сверху выпадает мешочек наружу. А значит, эта нелутаемая лутовая не такая уж и нелутаемая, правильно? Что касается второго сундука, то там уже гораздо сложнее. Так что эта лутовая в принципе до сих пор актуальна. Ну и в принципе, как поставили сундуки, поставили на них замки, просто ставим полустенку, разворачиваем ее и все. Лутовая готова. Далее можно улучшить полностью треугольничек за шкафом, улучшить в камень я имею ввиду. А также добавить такую треугольную полочку и улучшить тоже ее в камень. Ну и как поставили треугольник, сразу можно воткнуть на это место сундук. Сундук важно поставить максимально ровно к стене. Как поставили сундук, можно здесь установить перила, также развернуть мягкой стороной к шкафу. Ну и сразу после установки перил, можно перейти к установке верстака. Как раз то, что мы устанавливали ровно сундук, нам сейчас пригодится. Верстак в этом месте влезает чуть ли не в пиксель, чтобы нам было удобно всем пользоваться. Как поставили верстак, можно сразу проверить, дотягиваемся ли мы до шкафа. Ну и сразу после этого, на это место весьма лаконично вписывается первый спальник. Как поставили спальник, можно сразу проверить, как лутаются сундуки под лестницей. Как видим, в нашем варианте у нас все хорошо. Далее можно перейти уже ко второму квадратному фундаменту в нашем доме. Начать, я думаю, с того, что нужно уже полностью дом апать в камень. За исключением, наверное, только треугольничка на выход. Ну и как все улучшили, нам нужно поставить потолок для нашей будущей лутовой. Оставится он прям перед входом. Перед выходом в офлайн я бы вам советовал все-таки улучшить его в металл, чтобы если вас начали рейдить по дверям, его не выдолбили. Проем для двери также апаем в камень. На это место можно поставить бочку костер. Это не обязательно, просто туда больше ничего не влазит. Ну и потом просто по бокам, как на видео, устанавливаем печки. Чтобы печки встали ровно, они должны быть максимально близко друг к другу. Здесь важный момент заключается в том, что нужно расположить грамотно вот эти две печки. Видите, даже у меня не сразу получилось, поэтому я переставляю. Как только вы идеальнейшим образом поставили вот эти две печки, можно устанавливать сундук. Ну и теперь, если вы четко и грамотно все установили, то в это место весьма профессионально влезает полотенчико, которое, к слову, даже не торчит из-за двери. Потом на этом моменте уже можно снять наши деревянные двери и поставить железные. Ну а потом можно просто улучшить фундамент и потолок в камень. Двери, кстати, устанавливайте таким же способом, чтобы был аэрлок. Ну и как с этим местом мы закончили, можно двигаться дальше и установить еще больше сундучков для хранения. А начать я предлагаю с этих двух сундуков в этом месте. Они никак не будут мешать вам в передвижении и лутании сундуков под лестницей. Как поставили, можно сразу убедиться в том, что шкаф спокойно лутается. А вот здесь вот, кстати, просто идеальное место для костра. В принципе, только туда он и вписывается. И через верстак он спокойно лутается. После этого, я думаю, уже нужно приступить к нашей большой и основной лутовой. Здесь самым главным фактором является последовательность. То есть, сначала ставим сундук в это место максимально ровно. Как поставили сундук, нужно установить мангал. Но не как обычно к стене, а именно к кончику сундука. А делается это для того, чтобы нам не приходилось сюда запрыгивать, чтобы его лутать. У нас же не будет еще гаражки на старте. Ну и потом слева от мангала устанавливаем второй сундук. Потом, как это поставили, можно сразу установить двери, чтобы они открывались на нас. Делается это для того, чтобы было проще и удобнее устанавливать мангалы с сундуками. Первый сундучок мы закидываем под первый мангал, который мы устанавливали. Потом берем в руки второй мангал и располагаем его горизонтально, максимально близко прижимая к сундуку и правой стене. Со вторым мангалом все то же самое, только прижимаем уже к левой стене. Как поставили мангал, с сундуками уже полностью аналогичная ситуация, только их надо располагать уже вертикально. Ну и как все сундуки установлены, можно неспешным движением проверить, что все они открываются, даже дальние и большие. Ну и лично мое мнение, лучше переставить эти двойные двери и сделать так, чтобы они открывались от шкафа, а не на него. В принципе домик мы закончили строить, и сейчас вам я должен показать правильную и грамотную установку гантрапа. Там в принципе ничего сложного нет, просто один раз увидели и теперь вы всегда так будете ставить, я уверен. Оставится он таким способом, нам нужно чуть-чуть выйти из дома, открыть обе двери и потом нужно в пиксель поставить гантрап. То есть гантрап нужно поставить в таком месте, чтобы он прям моргал то на дверь, то на стену, то на дверь, то на стену и прям чуть-чуть левее и устанавливаете. Ну и как поставили гантрап, можно закинуть туда немножко патронов и посмотреть как он работает. Что и требовалось доказать, такой гантрап фиг разбайтишь. В принципе данный видеоролик подошел к своему логическому завершению. Спасибо, что досмотрели его до конца, написали какой-нибудь комментарий, поставили лайк. Только ваша активность на канале и под моими роликами в целом заставляет меня и дальше делать видео. За это вам отдельное спасибо, вы лучшие, серьезно вам говорю. Услышимся через неделю.